Еще в сентябре. Батареи теплые. Семью Пономаренко радует даже самые, казалось бы, привычные коммунальные блага. В доме, в котором они жили раньше, были, мягко говоря, проблемы даже с теплом и электроэнергией. А тазики, в которой капало с потолка, стояли в доме почти круглогодично. По программе обеспечения доступным жильем жителей города Владивостока, семья получила ключи от уютной квартиры в новом доме с центральным отоплением, водоснабжением и благоустроенной придомовой территорией. Это даже нельзя сравнить, потому что барак – это дом. Плитка есть, краны есть, батареи есть, двери стоят, замочки на дверях. Единственное, поменять входную дверь только. Жилой дом построили на улице Карла Маркса 39 всего за год. Сейчас дом полностью готов к заселению. Кроме семьи Пономаренко сюда в декабре переедут более 40 других семей, живших прежде в бараках на улице Уткинской и Героев Хасана. На данный момент все строительно-монтажные работы завершены. Выполнена внутренняя отделка, инженерные коммуникации, то есть выключатели, розетки, все установлены. Подведены также инженерные системы жизнеобеспечения, то есть тепловые сети, электрические кабели, водоснабжение, вододоведение. Этот трехэтажный дом, созданный по каркасно-монолитной технологии, с керамогранитным фасадом, стал уже четвертым многоквартирным домом, построенным в рамках городской программы. А тем временем строительство нового жилья продолжается. Сейчас они верятся, но на месте этого снежного пустыря вскоре появится трехэтажный комфортабельный дом. Пока специалисты роют котлован под будущий фундамент и проводят сети связи. В доме на 43 семьи предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с полной отделкой. Благоустроена будет и территория. Появятся асфальтированные дорожки, детская площадка, парковка, клумбы и газоны. А также детский сад, который сможет принять 200 малышей. Муниципальная программа «Доступное жилье для жителей города Владивостока» рассчитана с 2014 по 2018 год. За это время сменить жилье успели 126 семей. А тем временем строительство новых домов продолжается. И наверняка для тех, кто сейчас живет в старых бараках, новоселье станет по-настоящему долгожданным событием. Главное, чтобы старое жилье было признано аварийным. Александра Нитая, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.